МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это главное национальное шоу страны. Все свои. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Добрый вечер. Мы начинаем. Тысячи украинцев уезжают за рубеж на заработки. За границей становятся спасением, а иногда тюрьмой. Сотни граждан Украины оказались заложниками трагедии в Ливии. Кровавый счет был открыт. Наш соотечественник, врач Анатолий Нагайко, был убит во время минометного обстрела. Его коллега, медсестра Ольга Козина, тяжело ранена. Они не смогли выбраться из окруженного города. Шестеро украинских моряков уже год медленно умирают у берегов Индии. Иностранный работодатель, судовладелец, объявил себя банкротом. И теперь моряки не могут сойти на берег. Почему о них забыли? Кто должен их спасать? Как не потерять жизнь в погоне за большими деньгами? Тема нашей программы. Заложники. Я приглашаю в студию врача, который работал в Ливии почти 8 лет. Ростислав Новосельский. Здравствуйте, прошу. Ростислав, вы были знакомы с Анатолием Нагайко? Я так понимаю, что... Да, да. Расскажите, пожалуйста. Мы жили в одном доме, каждый день встречались. Как судьба занесла туда? Не только его. Это вопрос вообще общий, почему нас всех туда судьба занесла. Это вопрос, наверное, не ко мне, а, наверное, к нашему правительству, к руководству страны. Почему мы туда все поехали? Там в Ливии было тысяч пять наших. Тысяч пять украинцев только, да? Ой-ой-ой. Дело в том, что не все стояли на консульском учете, поэтому посольство не знало, сколько нас там всех. Ну, приблизительно так прикидывали, что около пяти тысяч. Вы уехали, а почему они не уехали? Я уехал, потому что мне уже было достаточно. Пора и домой. Достаточно по деньгам или по впечатлениям? И всего достаточно. Всего. Все-таки дома лучше. Это в любом случае дома всегда лучше. Это все. Скажите, пожалуйста, вы там кем работали? Я врач-стоматолог. Стоматолог. А Анатолий? Анатолий педиатр. Педиатр, да. Это зарплата стоматолога в Ливии и зарплата стоматолога в Украине? Ну, зарплата стоматолога в Украине это 100-100 с чем-то долларов в месяц. 100-100 с чем-то, ну, до 200, да? 200 нет. Не получается даже там. 200 не получается. А там также есть где-то тысяча, будем так считать. Потом еще, почему многие еще остались люди? Все окончательный расчет... Это мы говорим о Ливии, мы говорим не об Италии, не о Англии. Ливия, понимаете? В 10 раз разброс. В 10 раз. Да. 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 Окончательный расчет производят при выезде врача. То есть 13-е зарплаты, там, по 2 за каждый год. И так дальше, и так дальше. И это довольно много денег. А вы один уехали? Да, я один. Я извиняюсь, что задаете вопросы, а семья здесь что на тот момент? Семья все стоматологи, так же, как и я. Жена стоматолог, старший сын. Но жена же осталась. А у вас не было 7,5 лет? Что это за семья такая? Не семья, а мечта? Или вы приезжали несколько раз в год? Я приезжал в отпуск один раз. Дело в том, что... Один раз за 7,5 лет? Да. Но это специфика Ливии, я просто хотел уехать потом еще в отпуск. Не было возможности. Это долго рассказывать. Не было контракта. Они контракт делают мы каждый раз на один год. Вот, например, 8 апреля у меня заканчивается контракт. Есть рабочая виза, я могу сделать визу на выезд в отпуск. Отпуск мне дают. Но мне этот контракт делали за прошлый год, давали в июле. Виза окончилась была уже в апреле. Надо было опять делать новое. Они опять делали новое, опять... Вот и все. А деньги вы отсылали, да? Деньги, да, трансфер можно было делать. Послушайте, вас страна выучила. А вы все на заработках. Здесь лечить некому. Вы не подумали о том, что здесь тоже люди? У нас в Львовской области, я из Львовской области, мест стоматологов нет. Мединститут у нас с 40-го года. Каждый год сейчас выпускают 250 стоматологов. Вы их сможете трудоустроить? И при том еще на какую зарплату? На 100 долларов. Началась война. Все понятно. Есть момент заработков, есть момент какого-то благополучия. И вдруг начинаются боевые действия. Ведь нам показывают, там действительно боевые действия. Почему люди не уезжают? Не могут или не хотят? Два разных момента. Я объясню. Началась война. Где-то там немножко постреляли. Ну, думали, что пройдет день-два, все успокоится и все. Потом уже, когда город Мисурату взяли в осаду, выехать уже практически было невозможно. Турки пробовали выехать в Триполи. Это 220 километров. Уехали. На следующий день привезли все трупы. Вы рискнули бы ехать? Нет. Они сидели и ждали. Связи нет. Наши были разбросаны. Потому что больше всего много обстрелов, минометы и бомбы. Все удирали оттуда. Анатолий Нагайко, он хотел уехать, как вы думаете? Он хотел уехать. Но потом, надея... Вы понимаете, люди теряли довольно много денег. Поэтому еще надеяются. Что значит теряли? Ну, они не получали зарплаты последних три месяца. Потом вот этот расчет конечный, 13-е зарплата, не использованы отпускные. За каждый... Это довольно много денег. Ну, кто побыл лет 5, это тысяч, 12, 15, 13, да и все наши зарплаты. Но он еще думал, что как-то останется день-два, переждут, уедут. В то утро рядом с Анатолием Нагайко находилась медсестра Ольга Козина. Осколок снаряда раздробил ей ноги. Естественно, в студию она приехать не смогла, поскольку остается в Ливии. Я прав, да? Да, она была в Бенгазе. Нам было интервью дочь Ольги Козиной, Светлана. Пожалуйста, на экран. Она проработала больше 25 лет заведующим фельдшерско-курзинским пунктом в селе, в Бачаковском районе. Вот, зарплата где-то на 2005 год ее составляла около 600 гривен. То есть это просто копейки, тянуло все на себе, денег не хватало. И она решила рискнуть. Вот 20 апреля этого года она была ранена от снаряда, который попал где-то около 5 метров от нее. Вот, это все, что мы знаем. Мед с нами связался два раза. И чисто предложил нам информативную помощь. То есть нам сказали, что она находится в Бенгазе, что у нее ранение. Мы очень ждем ее возвращения. Она у нас любимая, единственная, одна незаменимая бабушка и мама. Итак, да, я прошу, если есть что сказать. Я бы хотел обратить внимание на то, что когда мы говорим о том, что наши мигранты становятся заложниками, когда выезжают за границу, то они в первую очередь становятся заложниками в собственной стране. Поскольку ситуация в Украине выталкивает людей. Вот яркий пример. Эксплуатация за копейки на работе, где нельзя прокормить семью, вынуждает миллионы выезжать. У нас есть в студии люди, которым удалось спастись. Они вернулись домой через день, всего лишь через один день после гибели Анатолия Нагайко. У нас в студии Анатолий Зыбин и Светлана Савлук. Прошу. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ольгу Козину вы знали, да? Да. Да. Действительно ранение тяжелое, да? Ранение тяжелое. Но ливийские врачи, как мы уже знаем, старались сделать все, что возможно, и в Миссурати, и потом отправили их в Бенгазию. Да. Ну, всех тяжелых больных, которых просто там в госпиталь не успевал все сделать, и отправляли на Бенгазию. И в Египет, в Турцию, где только корабль приходил. Ясно. Анатолий, сколько вы пробыли в Ливии? Девять лет. Девять лет, да? В двух словах нам буквально. Что это за страна? Наших медицинских работников Ливия приняла великолепно, я считаю. Нет в нашем понятии европейской свободы. Нету, да? Просто. Но это не мешает ничего. Абсолютно. Мы жили по их законам. Мы это... Нет. У нас была... В фотографии Ольги Козина, да? Да. А что туда заставляет ехать простых людей? Я так понимаю, что Ольга работала там медсестрой, просто медсестрой, да? Просто медсестрой. Я тоже просто медсестра, операционная медсестра. Но вы знаете, как у нас зарплата медсестры сейчас 800 долларов. Ой, 800 гривен. 800 гривен. Где? Где это, да? 800 гривен. А там для сравнения? Ну, 800 долларов мы получали. Помимо того, что... Медсестра в Ливии по 700 долларов. Помимо того, что мы могли в частной клинике подрабатывать. Это тоже, да. Даже так, да? Да. Пожалуйста, были. Отношение к нас было хорошее. Вот вы лично... И Марат Саха это был городок. Что это? Квартира, дом, коммуналка, общежитие? Это женское было общежитие. У вас своя комната, да? Да. Сколько вы там пробыли, Светлана? 9 лет. Тоже 9 лет, да? 9 лет, да. Уезжая, вам удалось вот обоим забрать деньги, которые вы заработали? Нет. Нет. Нет? Банки разбомбили, сразу банки. И зарплата, которой мы остались уже работать...